Введение миротворцам на Донбассе, что с тарифами на электроэнергию и карантинный рейд. Вот короткая тема этого дня в прямом эфире телеканала Дом. Новости. Я Николай Саракваш. Добрый вечер. Дополнительную денежную помощь получат семьи погибших в авиакатастрофе под Чугуевом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Винницкую область. Такое распоряжение от Офиса Президента получило правительство и уже готовит выплаты. А церемонию прощания родные и близкие смогут провести не ранее середины октября, сказал глава государства. Сейчас специальная комиссия идентифицирует тела и только после всех экспертиз сможет передать их родственникам. В Харькове тем временем уже попрощались с 20-летним курсантом. Национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Виталием Вильховым. Он умер от ожога в больнице после крушения самолета Ан-26. Погибший родом из Львовской области закончил Львовский государственный лицей имени Героев Крут. Потом поступил в Харьковский национальный университет воздушных сил. Стать летчиком была его детская мечта. Похоронят Виталия Вильхового 30 сентября в родном селе Сосновка. Каждый взлет должен быть равен в каждой посадке. Эти парни на веки остались в небе. Я від всього командування, від всього викладацького складу, від всіх працівників Збройних сил, низкий уклін батькам, які виростили цих дітей. Списувати не даймо, тому що, як бачите, небо помилок, не вибачай нам. Тому навчали, навчали. Іноді навіть ці хлопці знали краще за нас, нам навіть трохи іноді соромно було. Тому що вони дуже тянулись до цих знань. Напомню, 25 сентября в Харківській області розбився учебний воєнний борт Ан-26. Авиакатастрофа унесла 26 жизней, 7 членів екіпажа і 19 будущих штурманов Университета воздушних сил ім. Кожедуба. Один курсант Вячеслав Золочевський чудом вжил. Сохранить культурное наследие України – це 2-я частина програма «Большое строительство». Ее презентовал президент Владимир Зеленський в Віннице. В рамках рабочей поїздки глава государства осмотрел восстановленну інфраструктуру і відкрив обновленний спорткомплекс «Здоров'я». Подробні розкажет Арина Контонистова. Це трехэтажне здання за почти 30 років ни разу капітально не ремонтували. Восстановити удалось в рамках національної програми «Большое строительство». Тепер здесь 4 просторних зала, де одновременно можна займатися 15 видами спорта. Єдиний комплекс, або перший в Україні, який одразу робився з доступністю для осіб з малорухливих груп населення. Тому в нас буде базуватися регіональний центр «Инваспорт», «Дюдшай-Инваспорт». До речі, троє спортсменів «Инваспорту» Вінницького регіонального центру вже вибрали ліцензії на паралімпійські ігри Токіо. Спеціально для людей з інвалідністю здесь построили ліфт в поміщенні «Нієдиного порога». В рамках «Большого строительства» в області капітально ремонтирують путепровод через трассу, которая соединяет Черноморські порты, Николаїв і Одесу з польським, Гданським, на Балтійському морі. Дороги будуються, а далі наступному року починаємо з таких прекрасних архітектурних об'єктів нашої країни. В рамках масштабной программи «Большой реставрації» восстановят сотню об'єктов культури і туризму. Именно вони стануть для України так называемими туристическими магнітами. В цей список вошел і дворец Потоцких в Тульчині. Такі палаці, як тільки що голова обласної державної адміністрації, палац Потоцьких представів мені, це дуже важливі об'єкти. Вони вже не інфраструктурні, вони перш за все історичні, але перш за все вони сьогодні можуть бути як туристичні магніти для нашої країни і для людей. Ближайші реформу в регіоні і страні обсудили на засіданні Совета реформу при участиї президента Зеленського. Борьба з корупцією і допомогу бізнесу в роботі на території України в приоритеті правительства. Скоро буде завершена реформа Государственной архітектурно-строительной інспекції. Сьогодні готові законопроєкти і я впевнений, що ми будемо рухатися вже набагато швидше і вже до кінця буквально жовтня місяця ми побачимо перші результати боротьби з корупцією в цій сфері і завершення цієї реформи. С тими, кому придеться реалізовувати реформу, пообщався Владимир Зеленський в Венецькому національному технічному университеті. Будущим інженером, айтишникам і строителям посоветував никогда не здаваться і йти только вперед. Арина Контонистова, Виталий Демець, Винница, Твой Дом. Народні депутати хочуть обратитися к Владимиру Зеленському, щоб той виключив Витольда Фокіна із состава української делегації в трехсторонній контактній групі. Таку ініціативу висказали по результатам засідання парламентського комітету по вопросам господарського строительства. Зам'ятитель глави делегации України в ТТГ Витольд Фокін ответив на вопрос у депутатів о ситуации на Донбасі. Я хотів би процитувати, пан Фокін заявив, що він не знає жодних підтверджень того, що зараз йде війна між Росією та Україною. Якщо для людини немає жодних підтверджень, що на Донбасі йде війна між Росією і Україною, тобто ми нікого не обмінювали, в нас наче не було, з'ясовується, російських найманців і російських військових, яких ми обмінювали на наших колонених. Ну, я особисто вважаю, що він не може буде представляти Україну в трехсторонній контактній групі. Ми звернулися, ініціювали звернення до президента, аби він переглянув кадрові рішення щодо осіб в ТКГ, аби пана Фокіна було відкликано. Ми тепер будемо вимагати, аби Верховна Рада ще цього тижня розглянула цю постанову на своєму засіданні, і аби президент Зеленський невідкладно забезпечив всі кроки недопущення державної зради в нашій країні. Введення миротворців на Донбасс поможуть російським властям сохранити лиця в условіях конфлікта на Донбассі. Таке мнення в ефірі програми «На самом деле Донбасс» высказав Андрій Сумланд, старший експерт Українського інститута будущего. Якщо Росія дійсно заінтересована в відмені санкції, то, можливо, з'явиться в Кремлі мотивація ввести всі такі в таку міжнародну миссію, тому що це могло б бути тоді таким спосібом для Путина сохранити лиця. Що Росія не просто уходит з Донбасса, а передає це в міжнародну миссію, яка б іниційувалась в тому числі і Росії через Совет Безопасності ООН. Тарифи на електроенергию не повысят. В Министерстві енергетики сообщили, що ставка для населения останеться неизменна до конца року. Відомствами відметили. Цену на електроэлектрическую енергию не пересматривали с 2017 року, і вона остається самою низкою в Європі. Вовремя карантину долги українців за коммунальні услуги увеличились. Щоб підтримати отрасль і избежати повышення тарифів, Министерство призвало депутатів як можна скоріше принять необхідні законопроекти. В частності, передоставити госгарантию енергокомпаніям, щоб вони могли взяти кредити в українських і международних банках. Попаснянський водоканал в Луганській області модернізує за деньги французських інвесторів. На це партнеры выделят почти 33 млн евро. Предприятие поставляє воду із Северского Донца, в Попаснянський і Станично-Луганський районах, а також жителям неподконтрольних Києву, Алчевска, Брянки, Красного Луча, Антрацита. За долги перед Луганским энергетическим объединением водоканал уже обесточивали. Як розповіли в обласній госадміністрації, капітальний ремонт позволить вивезти предприятия із долгов і снизити тарифи на воду. Французська делігація вже прийдула в регіон, щоб ознакомитися з роботою Попаснянського водоканала. Два дня вони проїдуться по області, по всіх об'єктах, які відносяться до Попаснянського водоканалу, зроблять свої якісь нотатки і потім вже будуть робити проєктно-кошторисну документацію, визначати, яка саме компанія або компанії будуть займатися реалізацією цього проєкту, який реально розпочнеться вже в наступному році. ПРОЩАЙ ШКОЛА СОВЕТСКОГО ОБРАЗЦЦА За три последних годи подход к обучению поменяла младшая школа, на очереди средняя. Более того, пандемія тоже внесла коррективы в реформу образования. Какие, разбиралась Инна Мазуркевич. Учатся, играя. Реформа образования для начальной школы на финишной прямой, говорят, в Министерстве образования. Нынешній младшеклассники будут учиться 12 лет по новой программе с нестандартным подходом. На то, чтобы дополнить классные комнаты с современной мебелью и цифровым оборудованием ушло три года. Но пандемія показала, что этого недостаточно. Есть вещи, которые мы уже должны обновить в нашей стратегии. Мы уже понимаем, что одно из правительных задач станет цифровизация оборудования. Мы уже понимаем, что одно из правительных задач станет подготовка каждого, не кольких, а каждого вчителя до умения использовать электронные платформы и электронные ресурсы. Несмотря на то, что в новом учебном году дети в школу пошли, учиться дистанционно все равно приходится. В этой школе к обучению подошли нестандартно. Здесь даже парк нет, только лавочки, подушки и гамаки. Сегодня и дети, и батьки, и студенты залучены в светлый простор. Для того, чтобы им было комфортно, нужно враховывать особенности восприятия информации поколения Z. Именно такой опыт начали внедрять школы на востоке страны. Точечно в рамках пилотного проекта. Более того, дети переписываются со своими одногодками с неподконтрольных Киеву территорий и рассказывают им о преимуществах украинского образования. Детей, которые не могут сдать ЗНО, дети, которые находятся за линией размежевания, как им допомогти научиться, как им допомогти перейти до нас сюда, в наши вузы, на территорию подконтрольной Украины. И это, вы знаете, где же и наших детей зацепили. Все эти изменения – не украинское ноу-хау. Это мировые практики, которые дают высокие результаты, уверяют Минобразование. Сейчас в украинских школах внедряются информационные технологии, которые позволяют перевести в оперативный цифровой формат все формы обучения – классную работу, домашние задания и контроль знаний. Инна Мазуркевич, Дмитрий Борщ, Сергей Савицкий, Киев. Твой дом. Нарушения в каждой третьей школе зафиксировали в Днепропетровской области. Сегодня сотрудники Госпродпотребслужбы вместе с полицейскими проверили, насколько в учебных заведениях придерживаются правил карантина. Уже составлены 15 административных протоколов, на дистанционное обучение в области отправили одну школу и почти две сотни классов. В них выявили случаи заражения коронавирусом среди детей и персонала. Нарушения в каждой группе, в каждой группе, в каждой группе, и у нас есть учителька, у которой захворел человек, он лекарь. Вот поэтому она находится дома до четверга. Единый электронный билет «Смарт-тикет» скоро заработает в Мариуполе. Также системой заинтересовался Харьков и еще несколько городов Украины. Об этом сообщила советник министра инфраструктуры Яника Мерила. От чего зависит внедрение одного проездного билета на все виды транспорта в городах, она рассказала в эфире программы «Официальный разговор». Это очень зависит, извиняюсь, или город сам готов. То есть, или есть в городах уже валидаторы, или есть готовность считывать этот билет. Потому что мы можем генерировать код, они должны же считывать тоже в городском транспорте. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе собираются обсудить в Совбизе ООН. Заседание в Нью-Йорке начнется в 23 часа по Киеву. Тем временем, боевые действия между Ереваном и Баку не прекращаются уже третьи сутки и сопровождаются взаимными обвинениями в эскалации конфликта. Больше о событиях смотрите далее. Это призывная комиссия в столице Азербайджана, Баку. Из-за военных действий в Нагорном Карабахе в стране объявлена частичная мобилизация. По распоряжению нашего президента собрались люди для частичной мобилизации. Это касается мужчин мало же 32 лет и тех профессий, которые могут нам пригодиться. Активные боевые действия в районе самопровозглашённой республики Нагорный Карабах начались три дня назад. Территория Де Юра принадлежит Азербайджану, но де-факто управляется армянами. В зоне конфликта сильно разрушены дома. Есть погибшие среди местного населения. В офисе комиссара ООН по правам человека призвали страны прежде всего обеспечить безопасность населения. «Мы глубоко встревожены сообщениями о погибших и раненых среди гражданского населения, а также о нанесённом ущербе инфраструктуре. Мы призываем все стороны уважать права человека и международное гуманитарное право, в частности, обеспечивая защиту людей». Ереван собирает гуманитарную помощь этническим армянам, проживающим в Нагорном Карабахе. За два дня военного противостояния Армения заявила, что уничтожила 370 азербайджанских военных. Азербайджан утверждает, что потери Армении составляют 550 человек. Анкара заявляет, что рассматривать Баку и Ереван как равных участников конфликта неправильно и призывает Армению отвезти свои силы с захваченных территорий Азербайджана. В свою очередь Армения обвиняет Турцию в поддержке военных сил Азербайджана. Москва, которая в конфликте на стороне Еревана, призывает Турцию не вмешиваться. Стоит отметить, что Москва и Ереван подписали соглашение о взаимной обороне. Этот документ может вступить в силу, если боевые действия переместятся вглубь Армении. Турция, в свою очередь, член НАТО и поддерживает Азербайджан. Инна Дученко, Роман Смоллер, телеканал Дом. Сегодня 79-я годовщина расстрела в Бабьем Яру. Память жертв трагедии почтил президент Владимир Зеленский. Он возложил цветы к памятнику гражданам и военнопленным, расстрелянным нацистами в Бабьем Яру. Также министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член наблюдательного совета мемориального центра Холокоста Баби Яр, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подписали меморандум о сотрудничестве. По данным историков, только в первые дни расстрелов в урочище убили почти 34 тысячи человек. Золотым светом на один вечер засияло здание Киевсовета. Столичная власть присоединилась к всемирной акции «Золотой сентябрь». Ее проводят для информирования о детском раке. Золотом подсветили также башню Сиэн Тауэр, это в Торонто, и Белый дом в Вашингтоне. Наша Влада Цуркан знает больше. Она прямо сейчас находится возле здания Киевсовета. Итак, Влада, привет. Расскажи, как выглядит инсталляция? Тебя впечатляет? Николай, действительно, очень сложно не обратить внимания на эту инсталляцию. Даже множество прохожих не проходят просто мимо. Некоторые водители, даже проезжая мимо, оборачивают голову. Прохожие также делают фотографии на фоне некой инсталляции. Желтым цветом городскую администрацию подсветили не случайно. Весь этот месяц проходила акция «Золотой сентябрь». Это месяц осведомленности об онкологическом заболевании у детей и подростков. Золотая лента – это символ борьбы с детским раком. Собственно, поскольку золото приближено к желтому цвету, мы видим, что именно такая иллюминация в желтом цвете на фасаде КГГА. Такая иллюминация будет длиться в течение часа. Организаторы акции хотят привлечь как можно больше внимания общественности к проблеме онкологического заболевания. Ведь онкология – первая среди причин смертности детей и подростков во всем мире. Прошу прямую речь. Детский рак – это дети плюс молодые-дорослые. То есть люди до 25 лет, которые все еще болеют на особенные формы заболевания. То есть такие детские форми рака. Число онкобольных детей, которые все же побеждают рак в Украине – менее 50%. Цель проекта в столице – не только показать эту проблематику и распространить информацию о раке среди подростков и детей, но также и призвать правительство создать и ввести полноценную стратегию по борьбе с онкозаболеваемостью. Также отмечу, что такая акция «Золотой сентябрь» прошла в Украине впервые. Николай. Влада, спасибо тебе огромное за работу. Друзья, это был наш корреспондент Влада Суркан. Она рассказала, как проходит акция «Золотой сентябрь», которую проводят для информирования о детском раке. В шаге от основного раунда футбольной лиги чемпионов находится киевская «Динамо». Команда Мерчи-Луческу необходимо по сумме двух матчей обойти бельгийский «Гент». Игра на выезде закончилась победой «Киевлян-2-1». Ответный матч начнется в 22.00 на НСК «Олимпийский». О развитии событий уже в следующем выпуске в 23.00. Естественно, расскажем. Тем временем подписывайтесь обязательно на наши страницы в интернете. Адреса уже начинают появляться на ваших экранах. И обязательно рассказывайте о телеканале «Дом» своим родным и близким. Берегите себя, свой дом, Украину. Редактор субтитров А.Семкин